12 мая 1879 года в предгорье Жиланды Семереченской области родился Мухаммеджан Тынышбаев, первый казах-инженер-железнодорожник, яркий политический деятель, внесший большой вклад в создание независимого Казахстана, представитель движения Алаш. Мухаммеджан родился в семье скотовода Тынышбаев из знатного казахского рода. В 1889 году в городе Верный Мухаммеджан окончил подготовительный класс и стал обучаться в гимназии. В 1905 году защитил курсовой проект «Строительство Туркестана-Сибирской железной дороги» и получил диплом инженера пути сообщения Санкт-Петербургского института железнодорожных инженеров. Так он стал первым казахским инженером железнодорожником, позднее депутатом Второй Государственной думы Российской империи. В 1906 году инженер на реконструкции Среднеазиатской железной дороги от Красноводска до Чарджоу участвовал в возведении моста из металлоконструкций вместо старого деревянного через реку Амутарья. Тынышбаев в 1907 году участвовал в экспедиции по изучению трассы будущей Туркестано-Сибирской магистрали на юге от станции Арысь до реки Или. С 1907 по 1910 год Мухаммеджан работал инженером особых поручений на строительстве железной дороги Ашхабад-Ташкент. С 1911 года был главным инженером железнодорожного строительства участка Урсатьевская-Андижан. В 1914 году на строительстве южной части Семереченской дороги начальник участка железнодорожной линии, а затем главный инженер линии от Арыси до Аулие-Ата. В 1916 году занимался вопросами возвращения казахов из Китая на родину. В 1918 году избран заместителем председателя Аллаш-Орды. После Гражданской войны в 1924 году преподавал математику и физику в Казахском педагогическом институте народного образования. Тенышпаев пропагандировал знания, собирал информацию о происхождении жузов, описывал историю казахских родов, составлял таблицы к генеалогии. В 1926 году Тенышпаев уехал в Алматы начальником дорожного отдела Семереченской губернии. Под его руководством построена автомобильная дорога с твердым покрытием Алма-Ата-Пишпек. Проведены изыскания по строительству дороги Алма-Ата-Талдыкурган. Предложен новый вариант дороги Алма-Ата-Харгос. В 1927 году по настоятельному предложению Турара Рыскулова включен в Комитет содействия строительству Турксиба, созданный в 1926 году. Тенышпаев готовил агентов эксплуатации дороги. По его инициативе созданы курсы для обучения 60 молодых казахов. Также он разработал проект прокладки железнодорожной колеи через Чукпарский перевал, сэкономив 25 миллионов рублей и почти на год ускорив строительство Турксиба. В 1928 году настоял на Балхашском варианте трассы в противовес Лепсинскому, благодаря чему сэкономлено около 1 миллиона рублей при строительстве и 100 тысяч рублей в год при эксплуатации железной дороги. В 1930 году был арестован, а затем сослан на 5 лет в Воронеж. В ссылке под надзором работал в Управлении постройки новой железной дороги Москва-Донецк. Мухаммеджан Тенышпаев был начальником производственно-технического отдела Житесуцкого обл. исполкома, начальником железнодорожного участка Сареозек-Айнабулак. В 1937 году повторно арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и приговорен к расстрелу. Умер в тюрьме в 1938 году. Реабилитирован дважды в 1958 и 1970 годах.